здрасте всем друзья привет уленьки у нас продолжается золотой колосс вы не просто так слышите звуки стройки я друзья заказал несколько строек и на базе у нас строится этот самый склад для овощей что-то мне вот захотелось не знаю зачем но короче пусть строится дайте еще пробежимся что у нас происходит на наших полях я что-то затянул вообще с уборкой со всей этой записью серии короче 8 28 утра у нас но ладно ничего страшного здесь у нас собирается канала нужно будет известь работает как обычно комбайн и gc бишка также вот косилка едет на 18 поле она сейчас тут все скосит это второй покос уже будет все скосит потом поедет припаркуется и в общем то тоже все будет прекрасно у нашей косилки коровнику животным сейчас вернемся давайте сбегаем сначала на рис посмотрим а в принципе ничего интересного рис созрел до из друзья созрел и вода уже даже стекла одно поле еще не созрело и соответственно водичка там тоже еще есть ли созрел уже поле о созрела это поле кстати тоже воду тогда отсюда спускаем с дынь отлично все тут в общем то тоже все понятно также друзья запустил стройку на нашей рисовой ферме ангар до для техники я пока не придумал будет ли он у нас вообще действующим рабочим то есть в идеале конечно так но как она получится хрен его знает а также друзья у нас еще строится золо золотой колос реставрация идет тоже не знаю зачем рейтинг нам не сильно нужен но вот что-то вот мне захотелось ее запустить поэтому я запустил далее друзья наши сады они уже находятся в стадии отдыха то есть первый урожай у нас полностью собрался можно посмотреть даже сколько там там не сильно много получилось 10 кубов он абрикосов вишни орехи всего не очень много но следующий урожай уже будет прям нормально плюс сегодня нам надо будет внести компост под эти самые деревья завод наш еще не достроился это только будет в 8 вечера также у нас здесь есть теплички урожай уже тоже собрался поэтому давайте-ка я тут заранее подготовился заранее рассаду купил грунт 3 урожая опять не надо вносить компост компост достаточно компостов удобрения она не вносит но не пишешь требуется удобрения ладно у нас здесь клубничка вот такая посадка давай посади по-быстрому эту всю клубничку потом поедем еще развлекаться с тобой вот надо будет внести вот этот компост под каждое дерево правда здесь я не знаю влезем мы или нет застройки тюрье влезем и где-то здесь монетка вот она ну жеешься поймал 40 штук осталось отлично вот весь этот компост я уже 500 раз сказал да надо будет высыпать под эти деревья также я думаю что имеет смысл сюда до вышло новое обновление с пасековой вообще тоже давно этого надо будет пригнать его сюда вот поставить где-нибудь посмотреть радиус действия и пускают около деревьев она стоит когда деревья будут свести будет много меда когда они не будут свести но меда будет меньше но он будет с травы так что нормально под канулу что-то под подсолнечник хочу и гонять ее так что это дело мы купим ну и да давайте еще глянем что у нас по животному животное уже некоторые сегодня продавались забились это видимо овчарня получается у нас есть 1000 продуктивных молодняк получается забился и следующий вот если он не перегонится в подрастающие в основной корпус а там все равно места не будет поэтому короче они у нас будут продаваться и все нормально то он 42 куба шерсти уже кстати нас она собиралась навоз есть тут в общем то все понятно по еде у них тоже все хорошо поэтому тогда их трогать мы не будем молока не так много но в теории этого должно хватать на три дня посмотрим пока не пока не повезу а птичкам друзья у нас уже старые птички появились поэтому надо будет их убить на мясо можно это в принципе прям сразу сделать собой птицы на мясо несушки старые и несушки старые из всех корпусов ох как у нас их до хрена 5000 мы отсюда убиваем все на мясо идет и отсюда их убиваем тоже остается у нас мало птичек 2 700 надо будет привезти и опять начать в инкубаторе их выращивать я думаю тоже мы 45 поддонов сразу возьмем 5 да и будем их каждые 12 часов закидывать работаю общем-то высших а коровок же не посмотрели ешкин кот коровки коровкам нужна еда можно их сразу покормить мы на смесь у нас много я там сделал стал от 136 кубов поэтому закидываем ее все можно даже всем сразу закинуть тена трава у нас тоже до хренища мы закидываем всем вода пополняется сама молоко можно в принципе пополнить солому тоже все можно закинуть и сколько денег уходит на работу так вода пополнится сама свекла от рубежмых это надо будет сейчас тоже скататься привести можно купить за копейку но хочется самому все делать также у нас есть уже 200 подрастающих коровок 300 молодняка в общем-то потихоньку у нас они плодятся старых пока нету поэтому тут все нормально свеклу морковь от рубежмых привезем не проблема у нас это все дело на складе навалом я вот боюсь что у меня много времени уйдет на сады потому что я еще не доходил до того чтобы под каждое это самое дерево по компосту черт я же заговорится стал компост кидать да надо будет потом кстати яму опять забивать чтобы сделать этот самый компост ладно в общем то погнали работать сейчас разберемся совсем для начала друзья приезжаем магазин как раз он косилка уже закончила коси да там быстро все и друзья купим мои пасеку пасека здесь идет вот с таком вот классненьком прицепчики этим можно красить слушать правильно он все равно остается синим поэтому оставляем его да не не сильно красится ладно оставляем короче как есть только дисочки хочу сделать синенькие не знаю почему пускай будет и перегоняем эту самую пасеку на склад точнее на на сады приезжаем к нашим садам как раз и трактор кстати приехала нам сейчас понадобится давай трактор проезжай тебе нужнее а мы друзья посмотрим радиус действия этой самой пасеки вот так вот можно это сделать я просто думаю хватит ли ее одной воды все полностью если поставить ее вот прямо по центру сейчас увидим видимо да да она полностью покрывает сады если мы ее по центру здесь ставим все сады перекрывать значит это будет одна мои друзья здесь оставляем открываем манай конечно же заберу и выпускаем пчелок и все пчелки здесь погнали летать когда маркеры надо выключить мана я потом заберу отсюда как понадобится интересно просто сколько они сейчас здесь будут собирать посмотрим короче через пару минут или не через пару минут посмотрим далее нам надо нам нужен вот этот вот трактор с помощью него мы будем раскидывать компост под наши сады и не очень удобно здесь конечно триггер сделан лента заезжать не очень удобно у нас прицеп на 45 кубов под одно дерево точнее под один ряд деревьев нужно 15 всего у нас 40 рядов поэтому в общем-то это прям надолго и загружается он не то чтобы прям быстро кто-то мне подсказывает что я здесь сейчас зависну до утра есть у меня почему-то такая теория да вот это будет прям надолго нужно прицеп на 600 кубов брать сайт на загрузку идти заниматься своими делами потом по-быстрому высыпать или можно сделать дохренища точек по автодрайву и тоже все будет довольно таки неплохо и все нужно делать вручную а вот 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 не честно для меня как для любителя как для лентяя заниматься ручками давай друг высыпайся прям даже кучки появляются что такого не припомню ну ладно высыпаем и еще раз и под третье дерево еще заработную плату с нас с нас берут за то что мы сами ездим все вспомним 3 короче буду я вот так вот ездить и высыпать да а а а а а а И знаете, друзья, у меня на это все дело ушло почти полчаса. Так это я еще благо лентяй и сразу же догадался, что есть такая классная штука, как автогруз, ты вот так вот просто проезжаешь и не ждешь, пока тебе загрузится все это дело в ленту. У меня еще один ряд деревьев остался, сейчас мы это быстренько сделаем и, в общем-то, с этим будет закончено. Надо будет, правда, еще проверить, все ли я, ничего ли я не пропустил, но это ладно. Потому что, видите, на некоторых он уже пошел в переработку и на некоторых рядах он уже дает возможность разгрузки. В общем-то, смотрим, что по нашим садам по компосту. Давай, покажи мне. Удобрения 100% везде, здесь 100%, здесь 100%. Я молодец, я все сделал. Далее, друзья, так как у нас уже был собран урожай, то нам надо еще и внести защиту от насекомых и защиту от грибков. Тоже надо будет сейчас это сделать. Ну, не прямо сейчас. Сейчас, наверное, пока я на этом тракторе катаюсь, имеет смысл поехать и доделать всю работу, которая идет у нас на этом тракторе. Сады так-то не горят. Все хорошо. И компоста мы довольно много потратили на все это дело. Хотя, с другой стороны, еще 395 кубов осталось. Причем как-то так ровненько осталось. Прям уж странно. Ну ладно, это все не важно. Ты, дружище, давай едь на базу. Овощи, загрузка. Потом мы с тобой поиграемся. А у нас есть еще дела. Да, кстати, давайте посмотрим, что у нас тут по меду. Ну, скорее всего, его тут прям совсем немного будет. 57. То есть, да, он где-то по 9 собирает в 10 минут. По 9 литров. То есть, только с травы, с садов пока не собирается. Сады не цветут, поэтому это так не работает. Также, друзья, вот этот вот товарищ у нас приехал на ферму Кузнецова, потому что нам нужно купить поддоны с яйцами для нашей птицы фермы, потому что наши птички уже все состарились. Остальные состарятся завтра. А где у нас яйца покупаются? Я что-то как-то и забыл уже. Наверное, вот здесь, да? Да, здесь. Ставим автопогрузку. И вот сюда вот паркуем наш Урал. В принципе, берем 5 поддонов с несушками. Они сразу же залетают на платформу. И поехали, отвезем это все дело на птицеферму. И заодно сразу же один закинем. И вот она, наша птицеферма. Давайте-ка вот здесь, наверное, выгрузим вот так вот эти самые поддончики. Урал, в принципе, на сегодня все. Поэтому давай, едь, паркуйся. А мы, мы один поддон еще закинем в инкубатор. Получается, в 9.17 вечера надо будет закинуть. Ну, короче, каждые 12 часов надо будет закидывать поддоны. Благо, оно нам будет говорить о том, что у нас инкубатор закончил свою работу. Так, птицеферма. Сколько у нас мяса получилось? 16 кубов всего лишь. Прям не сильно много. Но ладно. О, заодно этот сам водитель на Аксион приехал на погрузку. Поэтому давайте-ка я, в общем-то, сейчас еще коровкам съезжу. Привезу пожрать. Им там не сильно много надо, но надо. Ну и вот, друзья. Все сыты, напоены, накормлены. У всех все хорошо. Поэтому давай, едь, разгружайся на сыпучую выгрузку 1. И после этого... Так, стой. Во. И после этого ты поедешь припаркуешься. А мы... А мы пойдем дальше играться с садиком. А знаете, друзья, у нас, кстати, в нашем садовом тракторе села батарейка. Не прямо сейчас. В прошлой... Между прошлой серией и этой. Поэтому я поставил здесь вот такую вот штуку. Это на базе у нас. И, в общем-то, один раз уже даже заряжалась наша батарейка. Что я, короче, сейчас еще сделал? Во-первых, запустил сейлку. Она сеет лен. И посыпалку извести. Она посыпает известью. Логично. Пускай, в общем-то, это поле уже обрабатывается. Также, друзья, я тут посмотрел, у кого из наших конкурентов что растет. Короче, вот тут вот растет подсолнечник. Что-то я с этим медом захотелось прям по-нормальному поиграться. Короче, я перегнал нашу пасеку сюда. Я так понимаю, подсолнечник это еще не цветет. Потому что цветение это вроде как, ну, типа, предпоследнее. Хрен его знает. Короче, даже если это самая последняя стадия роста перед созревшим урожаем. То есть он повыше будет. В любом случае, оттуда соберется больше меда, чем если просто с травы собирать. Короче, я буду гонять этот прицеп, смотреть, что у кого растет. И будет чуть больше меда, чем надо. Точнее, надо-то, конечно, много меда. Будет меньше, чем надо. Но, ладно, это я все такое. Также, друзья, у нас уже пошла уборка риса. Что, в принципе, логично, так как уборка канолы закончилась. И тут, в общем-то, тоже все нормально. Тут уже водичка. Да, водичка здесь уже сошла. Долго мы то поле убирали. Ладно, погнали играться в садик. Потому что это все такое, да. В садик я уже перегнал нашу вот эту вот, наш любимый садовый трактор. Наконец-то с этой штукой поиграемся с новой опрыскивалкой. Что нам надо, в общем-то, сделать? Нам надо, во-первых, ее загрузить какой-нибудь хреновиной. И делать это с той стороны склада. Надеюсь, это не как с семенами работает. И можно будет здесь просто по кнопочке загрузить. Нет, нельзя. Почему у нас здесь ничего нету на складе? Я аж по пять кубов покупал. А, это садовый центр, сорян. Загрузить на поддон. Как бы мне это загрузить? Способление это в наше. Не, ну с поддона оно должно же выгружаться, правильно? Давайте на поддон. Поддон, так на поддон, в чем проблема? Вон он появился. С поддона загрузимся. Наполняем опрыскиватель. Он как раз на два куба, на один поддон. Отлично. С дым есть. И поехали, пораспыляем всю вот эту вот хреновину. Наши деревья. Начнем, пожалуй, даже вот с этого садика. Как раз по дорожке вот так вот едем. Включаем опрыскилку. И она пошла. И она все опрыскивает. Лепота. 15 километров в час она едет. Нормально. Расход здесь прям совсем небольшой. Поэтому, короче, все поливаем и будет классно. Знаете, друзья, расходность здесь очень небольшая. Примерно один куб уходит всей вот этой вот жижи для того, чтобы опрыскать полностью все четыре сада. То есть пять кубов, которые мы купили, нам хватит, ну, прям очень надолго. Смысла затаривать эту фигню, всю вот эту вот химию в большом количестве нет абсолютно никакого. Не, ну, если вы, конечно, миллион лет собираетесь играть, то, да, может быть, и имеет смысл. Но, в общем-то, мы тут все сделали, все опрыскали. Сейчас будем смотреть, что у нас получилось. Хотя, что тут смотреть на самом деле. Надо сейчас вот эту вот штуку выгрузить обратно на склад. Так, подъезжаем вот так вот. Нажимаем выгрузить и выгружаем. Я думаю, этого трактора мы пока оставим здесь. Не знаю, он, в принципе-то, понадобится по факту. Да, кстати, я тут это контрактики же за кадром делал на лен. Лен убирал чужой. Там, получается, я натюковал вон тут тюков. Где-то они тут должны валяться. Вон там еще лен растет. А, за 35-м полем. Во. Тут лежит пара тюков. Их, в принципе, можно уже даже съездить продать. Ну ладно, пускай лежат. А потом, друзья, вышло обново карты. И теперь солому вот эту льняную можно собирать с помощью фуражника. И остальные поля я уже так. Курсплей за меня все возил, все продавал. Потому что я лентяй. Также, кстати, у нас переработался весь рис. И он сейчас лежит весь в поезде. А поезд в ангаре. Потом как-нибудь отвезем. Сейчас нет никакого желания. Стройки идут. Трава у нас тут все хорошо. Все растет. Здесь у нас идет посев и удобрение известью. А, известью уже удобрение закончилось. Он, видимо, парковаться уже поехал. Это прям не сильно ровные куски. Да, посев уже тоже почти закончился у нас. Что у нас на рисике? Пойдем посмотрим, что у нас с рисом в процессе. Да, они убирают. Не так быстро, как хотелось бы, но убирают. Вот. Да, кстати, и мед у нас еще собирается. Сколько он тут там за 20 минут, пока я тут занимался вот этим вот поливом всем? Может, он нам что-то собирал даже? 118 литров уже собрано. Не то, чтобы прям много. Ну, короче, пусть стоит. Технику можно оставлять прямо в поле. Вот эта пасека имеет свою защитную зону. Я думаю, что просто еще здесь он не зацвел. Хотя в теории, как бы, подсолнечник, наверное, на этой стадии уже цветет. Хрен его знает. Но вот на третьей стадии будет прям классно все. Сеялка у нас тоже посеет. Короче говоря, у нас, по сути дела, все сделано. Мы молодцы. Точнее, я молодец. Вы посмотрели этот видос, вы тоже молодцы. Поэтому да, все молодцы. Животинка вся накормлена. Тут все хорошо. Везде все хорошо. Значится. К садам мы вернемся через 4 дня только. Хотя раньше у нас урожай будет убран. Но нам там что-нибудь понадобится делать только через 4 дня. Да, я менюшку не показал. Сад плодовых деревьев. Сейчас тут все в зеленой зоне. Вот это вот красное. Это моя жадность. И тут вот тоже я то ли слишком рано выключил, то ли слишком поздно включил опрыскивалку. А так в целом все хорошо. 4 дерева оказались неопрысканы. Ну и пофигу. В общем-то за влажностью я буду следить. Удобрено у нас все прекрасно. С садом, да, все прекрасно. Далее, тут у нас есть вот клубнички уже. Тут 80 кубов. У нас построится завод и мы будем с ним играть, друзья. И, наверное, в ближайшее время я за кадром вот это вот все поделаю. Для спонсоров может стримы проведу какие-нибудь. Давненько вот этим вот я не промышлял. Потому что, по сути дела, здесь надо пару дней просто на полях поработать. Может быть даже контрактики какие-то повыполнять. Заработать, скажем так, денег. Потому что надо будет и рассаду покупать. Это еще 190 тысяч. И копим мы деньги на что-нибудь. Рис пособираю на склад. Потом отвезем опять-таки целым составом его. Все как обычно. Блин, тут, кстати, салон будет много. Классно. В общем-то, да. На этом, друзья, я эту серию закончу. Подписывайтесь на канал, если хотите не пропускать. Видосики, стримы. Спонсорам огромное спасибо за поддержку. Если хотите смотреть ролики, кстати, заранее, то можете вот дешевенькая спонсорка вам в помощь. Лайкусики, комментарии, да. Как обычно, не забываем. На этом, друзья, у меня все. С вами был Никита Дилой. Всем пока-ки.